Автомобильный шум для областного центра давно стал чем-то привычным. В городе на регистрации находится не одна тысяча автомобилей, большая часть которых ежегодно проходит технический осмотр, получая доступ к участию в дорожном движении. Теперь же, кроме этого документа, каждый автовладелец должен уплатить транспортный налог, причем вне зависимости от того, эксплуатируется его автомобиль или нет. Физические лица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины и в отношении прицепа, прицепа дачи и мотоцикла в размере 20 белорусских рублей на каждый объект налогообложения. Важно говорить еще одну деталь. Физическим лицам, уплатившим до 1 января 2021 года государственную пошлину и получившим разрешение на участие в дорожном движении, транспортный налог будет рассчитываться немного по-иному. Пропорционально количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором должен истечь срок действия, разрешение. Кроме того, есть категории транспортных средств, за которые налог не уплачивается. Законодательством определен перечень транспортных средств, за которые налог не уплачивается. В частности, не облагаются налогом транспортные средства, год выпуска которых 1991 года и ранее, либо сведения о годе которых отсутствуют, снятые с учетов ГИМВД до 1 июля 2021 года или находящиеся в угоне. Определенные категории физических лиц имеют право на снижение ставки транспортного налога. Такими лицами являются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста или лица, имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. Извещение о напоминании должно прийти к владельцу не позднее 1 ноября 2021 года. Тем же, кто имеет в пользовании личный кабинет, документ придет по интернет-коммуникациям. Дополнительную информацию и консультацию автовладельцы могут получить в налоговых органах по месту жительства.